История нашего региона, конечно, не исчерпывается только историей Краснодарского края. Но так получилось, что в современных границах и с сегодняшним названием регион появился 13 сентября 1937 года, когда Азово-Черноморский край был разделен на Краснодарский край и Ростовскую область. Поэтому и празднуется в нынешнем году 85-летие нашего края. Сегодня наш край – один из лучших в стране для жизни и отдыха, ведения бизнеса и инвестиций. И мы по праву считаемся житницей, здравницей и настоящей жемчужиной России. К этому важному событию была приурочена квиз-игра «Я шагаю по родному краю», которую организовали и провели сотрудники отдела по работе с молодежью, культуре, физкультуре и спорту Славянска на Кубани. В интеллектуально-развлекательном соревновании приняли участие команды городских школ, а также техникумов и филиала Кубанского госуниверситета. Ансамбль народной песни «Ерудка» порадовал собравшихся исполнением своих мелодичных песен. У нас образованная патриотичная молодежь, которая неравнодушна к своей малой родине. В этом мы смогли убедиться, поговорив с участниками игры, посвященной 85-летию Краснодарского края. Наш край является житницей России, курорт, Черное море, также Азовское, то есть мы самые богатые, у нас целых два моря. Все сюда и приезжают, поэтому также очень много сельского хозяйства, то есть много фруктов, овощей. Сегодня мы принимаем участие в институтальной игре «Квиз», который посвящен 85-летию Краснодарского края. Мы из первого лицея, 11-го класс, надеемся на успехи, на победу, посмотрим, получится у нас или нет. Я родилась в Славянске на Кубане, я люблю этот город, он очень солнечный. И здесь у меня очень много друзей, здесь очень много парков, в которых я люблю гулять. Славянск на Кубане находится в Краснодарском крае, это очень теплый край, где очень много морей, растет пшеница. Моими школьными друзьями пришли в эту курицу, посвященную 85-летию основания Краснодарского края. Надеюсь, мы выступим хорошо. Собравшиеся ответили на 25 вопросов по истории, географии, культуре, экономике родного края. Вопросы были не самые простые, так что пришлось проявить эрудированность, ненаходчивость, а также умение работать в команде. После подведения итогов были названы лучшие. Победила команда первого лицея, награжденная Кубком. Второе место у ребят из 12-й школы, на третьем расположилась команда Славянского сельхозтехникума. Призеры и все участники квиз-игры были отмечены грамотами. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова